Всем привет! Продолжаю свой обзор по ценам в города, в которых мы путешествуем. Один из, вернее второй супермаркет, знаменитый в Калининградской области, это Spare или Spar по-местному. Этот супермаркет более приближен к европейским стандартам и действительно интересный. Здесь есть что вам показать. Давайте начнем. Ну вот здесь помидоры уже по 70 рублей. Но тем не менее, помидоры почему-то, огурцы дорогие везде. Бананы по 89. Ну вот здесь картошка уже подешевле, со скидкой 15 рублей. Морковку я не вижу, вот вижу. Ну такая мытая, чищенная, есть разные, так вот. Морковка мытая по 65, а вот не мытая не вижу. Лук разной цены, фасованный, по 27, со скидкой, был по 34. Здесь есть такие мистички интересные, например, кофейный аппарат. Действительно, вот так вот в Европе стоят они. Здесь же продают, здесь же берешь комплектующие к ним, маршмеллом и прочее. Но дальше сейчас покажу, тут нашел еще что-то интересное. Молоко. Ну домик деревни также, в принципе, мерцает свет по 60 рублей и так далее. Помните, я вам говорил, кефир. То, что у нас, например, в Уфе вот Биомакс, он у нас стоит 60 рублей, здесь он стоит 90 рублей. Вот есть такая разница небольшая из-за дороги. Так что, ну у них свои есть кефиры. Вот они, добрая кормилица. Спейр, он такой более, говорю, приближенный к Европе. Видите, здесь такие привалочки. Ну у нас тоже такие стали появляться. Очень много где есть такие. Вот пиццы и полуфабрикаты. Я хотел сказать то, что здесь очень много с Европы. И очень много здесь есть всяких продуктов, которые привезли именно с Европы. Вот такой, смотрите, красивый большой холодильник с мороженым. Тут есть европейские и российские производители. Цены немножко отличаются. Те же самые, например, 48 копеек пломбир, но без скидки, 169-189. Ну, здесь не знает такой магазин, как красно-белый. Он у нас очень популярный. Там примерно эти мороженые стоят по 85-90 без скидки. Мороженое тоже очень много странного. Вот, например, смотрите, вот это вот рижское мороженое. 900 грамм стоит 220 рублей. Без заменителя молочного жира. Вот они разные. Как и договорились, снимаю некоторые продукты одни и те же. Макфа. Ну, дороговато, видно, да? То есть, самая минимальная Макфа, это вот 59, красный ценник со скидкой. И то раскупили. А так 56, ну, подороже. Магазин подороже. Но здесь есть свои приблуды. Я вам расскажу дальше. Сахар-песок также 52 рубля. Интересно. Да, это местный. Мука. Макфу я здесь не вижу. Нет, Макфы здесь нету. Ну, вот смотрите, значит, два килограмма сравниваете. 130 рублей. Вот нашел Макфу, но она по килограмму 53 рубля. Хлебный отдел. Хлеб стандартный такой же. Вот 24 рубля. Хлеб-кирпич. Ну, и который свежепеченый, естественно, подороже, так и везде. Еще буду везде снимать рис, сравнивать. Ну, краснодарский 60, 59. Макфа рис 69. Ну, еще есть какие-то, я не знаю, чьи фирмы. По 58. Как и говорил, отдел с панкерсами. Нам это актуально, у нас грудной ребенок. Здесь очень маленький. То есть, магазин очень большой. Супермаркет, наверное, ну, как, может быть, треть, половина Ашана. Вот такой вот небольшой отдел с памперсов. Здесь, видимо, как-то привыкли больше в аптеках это брать, либо заказывать удаленно в Элбери или еще что-то такое. Сейчас я вам сниму такие ништячки. Вот таких вещей у нас я не видел. Вот. Шоколадная паста, которая, как зубная паста, выдавливаешь. Вес 350 грамм, 300 рублей. А импортная, импортная, вот, типа не нутеллы, только в таких пастах. Еще очень интересно, еще очень интересно, вот такие марципанчики. Алена очень любит. Сразу 10 штук взяла. Ну, здесь вот они со скидкой, так они 150 рублей, со скидкой 100 рублей. А если в городе где-то, ну, это очень популярно здесь в Ленинграде, продают как туристическую достопримечательность. Где-то в городе рублей 300-350 вот этот батончик будет стоить. Яйца. Вот, смотрите, здесь яйца подешевле. Ну, какой-то, видимо, сорт первой категории. 23 рубля. 45. Где-то были еще у них закрыты. Причем, кантарку-то я оплачиваюсь, по-моему, отдельно. Те, которые расфасованы уже по кантаркам, ну, дороговато. 68. Незначительно, но дороже. Курицу тоже обещал, буду снимать. Ну, вот, смотрите, курица такие же цены, как у нас. Филе 250, это со скидкой. Крышки 178. Грудка. А, нет, это не грудка. Это бедро 130. Очень много полуфабрикатов. Ну, и готовой еды. Ну, качество достойное, сразу говорю. Ну, и цены нехилые. 420, 330, 500 рублей за килограмм. То есть, это норма. Но качество достойное, сразу говорю. Это того стоит. Пройдемся немножко по рыбке. Рыба наисвежающая. Ну, ясно дело, Балтийское море здесь все рядом. Цены сами можете видеть. Смотрите, стерлядь живая, аккуратная, свежая, чистенькая, чистенький аквариум. 700 рублей за килограмм для свежей стерляди в чистом аквариуме. Действительно, не мутном ничего. Видно, что она не какая-то больная. Ну, такая очень красивая, хорошенькая. 700 рублей, это отлично. Плюс еще есть какие-то скидки дополнительные, поэтому тоже очень понравилось. Магазин алкоголя. Смотрите, здесь есть привозные, как привозной алкоголь импортный. Вот эта фирма, Don Simon, очень популярна в Испании. Это испанский производитель, они сюда привозят. Вот, пожалуйста, это достойная сангри. Вот это сангри, мы ее берем. Все. Это сангри. Она очень популярна в Испании. Очень вкусная. Не смотрите на то, что она в такой упаковке. Для Испании это норма. Для нас, если вы возьмете какую-нибудь, не знаете, да, какое-нибудь вино, это может разбодяжно. В Испании это хороший напиток. Не смотрите на упаковку, все хорошо. Так, смотрите, по цене рассказываю. 400 рублей, базовая цена, со скидкой 250. Это получается, грубо говоря, 3 евро. Это я со скидкой говорю 3 евро. Если без скидки, ну, где-то грубо 5 евро. 5 евро. Вот такой, вот так, вот такой объем в Испании стоит полтора-два евро. Вот разница. Да, понимаем границы дороги, но это того стоит. Обязательно, если вы видите где-то здесь в Калининграде такие напитки или у себя, берите, не пожалеете. А именно, чтобы это было чисто Испания. Прям, прочитайте, это прям произведено, разлито в Испании. Ну, алкоголь много не буду снимать. Здесь тоже походил, посмотрел. Очень много импортных, качественных напитков, поэтому не прогадаете. Воду тоже обещал, буду снимать стандартно. 6 литров, 30 рублей. Для любителей Европы по-европейски все модно выложено. Масло растительное тоже я сравниваю. 109, 89, вот 109 разные. Есть по 69 со скидкой, объем 0,8. Сейчас посмотрим оливковое. Вот смотрите, вот такие ништячки. Я обожаю всякие интересные. Вот оливковое масло в виде спрея, то есть, ну, флакон в виде спрея. Очень удобно сбрызнуть салат. По ценам оливковое масло здесь скидок я не вижу. Ну, базовое, стандартное. Вот у нас такие же цены. Сейчас посмотрим, может что-то есть. Ну, вот есть, есть. Это виноградное масло, между прочим. Отсвечивает, да? 200 рублей виноградное масло. Такое я еще не видел. Оливковое 330, 335. За литр оливкового масла 335. Это хорошая цена. Вот в бочонках таких. То есть, выбор такой шикарный, видите? То есть, на любой вкус, на любой карман. И вот смотрите, вот это вот чисто европейский такой прикол. По утрам в Испании мы заходили, делали себе сами свежевыжатый сок. И все. Берешь баночку, ставишься, нажимаешь кнопку. Но я не знаю почему. Ну, в принципе, понятно. Апельсинность у нас почему-то дороже. Стоит, получается, 275 миллилитров 150 рублей. Сейчас скажу. В Испании получается пол-литра примерно 150 рублей стоит. Так что из-за цены самих апельсинов цена возрастает. А вот то, что ты можешь прийти и свежевыжатый сок сделать, это, конечно, круто. Сыры. Давайте сыры сравним. Цены на наши сыры российские стандартные. Получается, там, 600 рублей килограмм. Расфасованы по-разному. 450. Какой-то так сыременькие, мягкие-мягкие сыры. Это, на самом деле, не зрелые сыры. Очень часто их продают у нас в магазине. А вот тут уже идут такие хорошенькие пармезан. Получается 200 грамм, 400 рублей. Вот здесь идет полная сторона всех видов возможных сыров с плесенью, с белой пыри. Что угодно. Цены... Я понимаю, что это... Тут вот посмотреть, тут можно найти именно иностранного. Не нашего, да? Вот то, что президент, как бы у нас упаковано. А можно найти иностранного производства и просто насладиться. Хоть и границы закрыты. Цены, видите, ниже. Вот ламбер, например. Сыр Гауда ламбер 169. Ну, такая цена у нас базовая 169. Тут 130. Какая-то фирма мне незнакомая. Ну, мягкий. Вот прям. Ну, чувствуешь, что он не созревший вообще. Абсолютно. Но в спейере очень интересно то, что здесь есть свои какие-то продукты. Вот это вот как маскарпоне. Сыр. Маскар. Просто мажешь и либо тортики, либо там тиремису с помощью него делают. Ну, кулинары знают. Это местного производства. Они сами делают. Может быть, скорее всего, сами, может быть, и еще и завозят, фасуют и продают. И много таких владелок. По бокам особенно стоят какие-то шоколадки, еще что-то. Это и фирма расфасована. Сниму вам полный обзор такой, чтобы вы сейчас увидели, что магазин не маленький, большой. Туда вот еще столько же я не снимал бытовая химия. Вот тут вот за стеной там дальше бытовая химия. Так, по поводу обзора я прошел обратную связь. Вообще, интересно такой формат? Не интересен. Если интересно, не буду снимать. Если интересно, поставьте лайк, комментарий, напишите. Да, интересно, какие продукты хотите видеть в обзоре.